Привет, с вами Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о крайне классной ситуации касаемо эксклюзивных игр на Xbox. Буду очень благодарен, если вы поддержите этот видос и поставите ему лайк, подпишитесь на канал, поскольку в последнее время я понял, что мой канал находится вне алгоритмов YouTube, увы. И многие ролики попросту не показываются в реках и не долетают даже до подписчиков. В общем, всем спасибо, кто поддерживает данный видосик. Реально спасибо. Спасибо. Начнем с того, что недавно в Твиттере опубликовали очень радостную новость о том, что один из эксклюзивов консоли Xbox, а именно Redfall, не получит 60 FPS на старте. Я не знаю, как вы, но лично меня эта новость порадовала и даже несмотря на то, что от игры я, собственно, ничего не жду. И в целом сегодня мы обсудим это. С релиза консоли Xbox Series прошло уже 2,5 года, но я, как сейчас, помню те самые обещания, те самые рекламные лозунги, которые были в самом начале, именно 4K, Super Mega SSD, 19 Starflops, 120 FPS и прочее. В целом, я отдаю себе отчет, что реклама это максимум. И не всегда он будет, но, что касаемо эксклюзивных проектов, всегда была уверенность, что там будет качественно. Ну, потому что всегда так было. К тому же, с выходом Xbox One X и PlayStation 4 Pro в консольном мире, действительно можно было поверить в то, что первые консоли восьмого поколения якобы не тянут из-за своего железа. И все как бы отчасти все-таки решает мощность железа, но исходя из новости, особенно про Redfall, получается, что это далеко не так. Да, еще стоит вспомнить пост главы по маркетингу, что 60 FPS это некий стандарт данного поколения, который может увеличиться в отдельных случаях до 120 FPS. И когда я вижу подобные новости, если честно, мне дико приятно, как Microsoft нас проверяют на прочность. Больше всего я офиговаю от того, что кто-то из-за этого ноет и расстраивается. Кто-то даже в этой ситуации считает, что это как минимум неуважение к своим пользователям консоли Xbox, плевок фанатам и тем, кто ждет данный проект. Но такое могут говорить лишь не настоящие фанаты Xbox. Хочу напомнить, что сама игра выглядит вот так. Это безупречный красивый инновационный шутер от первого лица в вампирной тематике. Мега детализирован, с прекрасной анимацией. И повторюсь, на старте там будет целых 30 FPS. Не 15, а 30. Проект у адекватных людей не вызывает ни капли сомнения о том, что он будет легендарным, ибо игру делал знаменитый Аркейн. И 30 FPS это точно не помеха. Кто-то скажет, что за этот срок Фил и его команда не выпустила ни одного какого-то крышно-сносного проекта, ради которого можно было бы бежать и покупать Xbox, но пожалуй кроме как Forza 5G Horizon 5. Могут вспомнить, что команда Xbox якобы просрала Halo, хотя в целом сейчас Halo воскрешается. И знаете, хочу сказать, что неудачи бывают у всех, и их надо прощать. Фил и его команда, они каждый день усердно трудятся ради нас, геймеров, и каждый месяц дают очень много халявы. Сквозь зубы терпят, чтобы не скрывать покупку с других регионов. И за это им нужно сказать огромное спасибо. Стоит напомнить, что у самого Xbox Series X крайне большой потенциал, который в будущем покажет то самое преимущество, ибо у него на борту тот самый RDNA 2.1. И чтобы вы понимали, 30 FPS на старте возможно будет не только в Redfall, но и в Старфилде. Некоторые инсайдеры говорят, что не видят ни одного фактора, чтобы Старфилд имел 60 FPS. И в целом, после ситуации с Redfall, и если вспомнить про заявление Тодда Горда, что мол 30 FPS это не особо помеха к тому, чтобы игра была классной, отчасти это подтверждается. Кстати, вдогонку вам новость о том, что в Старфилде скорее всего еще не будет русского перевода, и речь идет не только об озвучке, но еще об субтитрах. И знаете, это хороший шанс выучить английский за полгода как раз таки к дате релиза. Ну, если проект не перенесут. Как к вам такие новости, иксбоксеры? Мне кажется, это мега круто. Я как первоклассный иксбоксер в СНГ с многолетним стажем хочу сказать, что 30 FPS на старте это круто. Потому что их могло быть всего 10 или 15, а тут целых 30. И я совсем не вижу разницы между 60 FPS. Поскольку мой глаз видит всего 24 кадра. Да, я проверял в специальном оборудовании, и ученые это подтвердили. Поэтому гнаться за 60 кадрами совсем не вижу смысла, особенно на старте. Если вас устраивает 30 FPS в игре Redfall и Starfield, знайте, вы настоящие фанаты иксбокс, которым Фил будет гордиться. Вообще, проскользнул инсайт, что каждому такому дауну будет даваться пачка сухариков, а также полотенца с логотипом иксбокс. И знаете, я буду первым в очереди на такую выдачу. Многие могут сказать, что вероятнее всего это проблемы с оптимизацией, но тут хочу сказать, что проблем с оптимизацией тут нет. Разработчики нас попросту постепенно готовят к тому, что скоро придет настоящий некстген. Вот представьте, 30 FPS на старте, потом 60 FPS через 2 месяца. И мне кажется, что майки специально хотят показать наглядно, что может консоль. Так скажем, разгоняет тот самый RDNA 2.1 до RDNA 3.7. И поскольку Microsoft это та компания, которая нас ни разу не подводила, я бы им доверял по этому поводу и надеялся и терпел бы, что все будет хорошо. Несмотря на то, что прошло уже почти полгода, осталось ждать некстгена еще чуть-чуть. Главное не сдаваться. Просто знаете, эта ситуация это некий отбор, некий челлендж среди всех фанатов иксбокса и халявы. И будучи терпеливым, только лучший смог дождаться тот самый некстген. Поэтому мой вам свет, не смотрите на нентиков, которые как-то пытаются засрать нашу любимую консоль. Не давайте слабину. Смотрите на вещи здраво. Ведь если опять же декалеваться до 30 фпс, мы раньше играли вообще в 5 кадров и не жаловались. Мы можем так поиграть еще лет 10 и мы все равно будем получать удовольствие от халявы 30 фпс. А знаете почему? А потому что мы иксбоксеры. И это звучит гордо и терпеливо. И если бы я был главой иксбокса, я бы вообще абсолютно в каждом эксклюзивном проекте сделал бы эксклюзивных 24 кадра. Чтобы как раз таки отсеять эту кучу нитиков и наслаждаться прекраснейшими проектами от Microsoft. В общем, если вы согласны, что 30 фпс это не помеха, обязательно с вас слойте подписка на канал. Обязательно пишите свое мнение. Я надеюсь, что иксбоксеры меня поддерживают. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. Пока-пока.